Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим рассольник с геркулесом. Это очень вкусный рассольник, ничуть не хуже, чем с перловкой или рисом, а та же вкуснее. Итак, для приготовления нам потребуется 500 грамм мяса на кости, можно взять свинину или курицу. У меня сегодня свиные ребрышки. 1 мультистакан хлопьев геркулеса это 70 грамм, небольшая луковица 70 грамм, морковь небольшая 70 грамм, небольшая помидорка 120 грамм, 70 грамм сладкого перца, я взяла красный, можно взять любого цвета, какой есть в наличии, 250 грамм маринованных или соленых огурцов, 550 грамм картофеля, подсолнечное масло, соль и вода. Изначально подготовим все овощи, мелко порежем лук. Кстати, при желании можно еще использовать чеснок, но чеснок лучше добавлять уже в готовый суп. Перец нарежем небольшим кубиком. Помидорку беру небольшую, вместе с кожурой нарезаем тоже некрупным кубиком. Если помидоров нет, можно заменить на томатную пасту, чайной ложки будет достаточно. Томатную пасту необходимо будет обжарить вместе со всеми овощами. Картофель нарежем не очень крупно. Вот таким образом. Морковь натрем на крупной терке. Также огурцы натрем на крупной терке. В чашу мультиварки наливаем 2-3 столовые ложки подсолнечного масла. Выбираем меню, режим жарко, жарить. У меня отчет времени начинается сразу, поэтому жду 2-3 минуты, чтобы масло успело нагреться. Отправляем обжариваться все овощи, за исключением картофеля. Все вместе сразу. Сразу добавляем и огурцы. Если вы добавляете томатную пасту вместо помидор, добавляйте вместе с овощами сразу. Ее обязательно необходимо тоже обжарить, чтобы картошка не получилась стеклянной. Прошло 10 минут с момента жарки. Отключаем режим жарко. Овощи все обжарились. Добавляем мясо. Добавляем картофель. Добавляем хлопья геркулеса. Заливаем это все кипятком. Я добавила 2 литра воды. Добавляем соль по вкусу. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме суп. 1 час. Нажимаем старт. Если вы будете использовать говядину, тогда необходимо варить 1,5 часа. Прошел час. Вот что у нас получилось. Вот смотрите, геркулес практически разварился. Суп получается густым и очень наваристым. Добавим свежую зелень. У меня укроп. При желании можно добавить еще измельченный чеснок и сметану. Рассольник получается очень вкусным, густым и наваристым. Обязательно попробуйте приготовить его и вы. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!